Кавказ Кавказ лежит в зоне умеренного климата. И на Кавказе одежда физиологически необходима. Ну, правда, мы можем видеть сегодня на Кавказе летом загорающих на пляже приезжих туристов, которые ходят по горам в шортах и даже без маечки, если погода хорошая. Летом, в теплое время года климат это позволяет. Но для этического взгляда кавказца, для этикета его, это неприемлемо. И очень часто можно видеть, как какой-нибудь кавказский парень настойчиво ухаживает за приезжей девушкой. Девушка в купальнике радостно плящется в воде, загорает, он вокруг нее увивается, всяческие любезности ей говорит, чем-то там пытается ее угостить, куда-то пригласить. Он не раздевается, не загорает рядом, не лезет в воду. Противоречит это его несколько архаичным представлениям о мужском достоинстве. Ухаживая за девушкой, он должен быть в отглаженных брючках, в беленькой чистенькой рубашечке, может быть даже галстучек у него, хорошо начищенные туфли, ни коим образом не пляжные сандалии. Если он изменит этому образу, то его друзья скажут ему, ну ты вообще совсем ведешь себя, как какой-то московский турист. Не знаю, в сандалиях ходишь, понимаешь, рубашку снял. Ну, абхазы редко купаются в море, редко раздеваются. Раздеться на людях, раздеться даже в одиночестве, без людей, но под открытым небом неприлично. Небу это оскорбительно будет. Перед небом стыдно оголяться. Абхазы купаются. Но традиционно абхаз будет купаться где-нибудь в пруду, в озере, в реке. И предпочтет такое место, где или дерево нависает над водой, или какая-нибудь скала прикрывает. И вот под этим таким относительно закрытым местом он будет мыться, купаться, нормально разденеться. Но чтобы что-то его наготу от взора неба прикрывало. Память, поведение ему подсказывает, что лучше поступать так. Может быть, в этом есть и... Потому что солнце, воздух и вода нам полезны, как поется в песенке, но в миру. Но интенсивное загорание, интенсивное купание, во всяком случае, для людей с относительно светлой кожей, а у кавказцев, в общем, более-менее светлая кожа, хотя волосы и глаза у них темные, но кожа-то у них светлая, может быть, просто опасно, ведет в худшем случае к появлению рака кожи. Поэтому и Мухаммед, когда давал в основании ислама верующим мусульманам определенные нормы поведения, теоретически он их от Архангела Джабраила услышал, но, в общем-то, он их воспринял из народных традиций, которые имеют свое рациональное объяснение. И, скажем, отказ от употребления в пищу свинины, и отказ от объединяющих напитков у мусульман, и обязательное, не только для каждой мусульманки, но и для каждого мусульманина, прикрытие тела так, чтобы был более-менее закрывающийся воротник, манжеты на рукавах, чтобы не были руки оголены, и чтобы были ноги закрыты, по крайней мере, до щекоток. Эти требования, они являются рациональными в жарком климате Передней Азии. Ну, а Кавказ близок к Передней Азии, немножко севернее, но тоже здесь летом очень сильная инсоляция. Поэтому нормы более-менее полного закрытия тела, кроме рук и лица, действованы на Кавказе, как во всей Передней Азии, и они, конечно, существовали задолго до того, как были оформлены в нормах ислама. Из этих трех столпов материальной культуры, из пищи, жилища и одежды, одежда наиболее подвержена и всяческого рода новациям, и разным вариациям. С точки зрения длительности пользования, дом строится на десятки лет, как минимум, может быть, на сто лет, на несколько поколений. В Японии, например, есть крестьянская семья, которая живет в своем доме с середины 15 века. Колумб не родился, а этот дом уже построили и начали там жить, и живут до сих пор. Конечно, его ремонтировали, перестраивали, привносили в него всякие совершенствования, но в общий дом стоит. На Кавказе можно найти дома, во всяком случае, 200-летней давности. Правда, сейчас они или существенно перестроены, если это городские дома, кирпичные и каменные, или в сельской местности, в Армении в частности. Есть очень старые глхотуны, дома с купленным таким венцеобразным перекрытием, но они сейчас не используются для жилья. Рядом стоит современный дом со всеми удобствами. Этот старинный дом используется в качестве подсобной кухни, годовой. Я, как этнограф, работал во многих армянских селах, и кое-где удавалось найти такие дома, которым было много больше, чем 100 лет. Пища, правда, готовится ненадолго. Сушеные фрукты могут на год быть изготовлены, но редко какой пищевой продукт лежит, хранится больше года. Приготовленное блюдо съедается тут же. Тем не менее, пища остается одним из самых консервативных элементов культуры, потому что дом можно построить по-разному. В зависимости от того, какие материальные средства есть у семьи, пищу можно приготовить по-разному. Но все-таки огромное разнообразие в пище вряд ли возможно, потому что она связана с постоянными элементами культуры, с очагом. Поэтому на данном типе очага можно приготовить этот набор пищи. В этой печи, в этом очаге можно выпить только вот такой хлеб, для которого он приспособлен. И набор продуктов связан с местным хозяйством, поэтому у одних будет много мяса, и жареного мяса, и всякие фрукты, живущие по соседству бедных людей. В общем, будет только хлеб, немножко лука, чеснока, кислое молоко, и, в общем, больше ничего. Но, тем не менее, изменить существующему набору пищи сложно и незачем. Одежда, она по сроку использования находится посередине. Одежду шьют на год, на несколько лет. Через два-три года она истреплется, и уже как ходная одежда не будет годиться, но еще как домашняя, да и как рабочая одежда будет продолжать использоваться. Ну, есть ритуальные формы одежды, есть свадебные формы одежды. В крестьянских семьях часто девушка может выходить замуж, и на ней не все платье, но, во всяком случае, элементы, платье, элементы одежды, там, с вышивкой, с кружевами, со всякими украшениями. Будут доставаться из сундука, и это будут те же элементы и украшения одежды. В детстве, в которых венчалась и ее мама, и ее бабушка, и, может быть, даже прабабушка. Но, если дома может стоять и 100 лет, и 200, и 300, то все-таки больше двух-трех поколений, как правило, одежда не носится. А чаще всего она носится человеком в течение нескольких лет. Специально им для себя приобретается или готовится. И в одежде можно позволить себе гораздо больше разнообразия. Невозможно в течение года каждый день готовить какое-то новое блюдо. Обязательно они будут повторяться. Ну, есть, конечно, люди, у которых имеется несколько вилл, домов, дворцов. Ну, у нормального человека, как правило, один дом, может быть, два дома. Его городской дом, его дача, его сельский дом. Но не будет человек в течение года жить то в одном, то в другом, то в третьем, то в четвертом доме. Как правило, такие случаи маловероятны. Да и в течение жизни он может поменять несколько жилищ, но, во всяком случае, не десятки и не сотни жилищ. Тогда, как я знаю, очень многих девушек, они стремятся выглядеть по-новому в иной одежде. И это им удается. Ведь на графически изучаемой одежде такого разнообразия, конечно, нет. Но все равно. У девушки или у молодой женщины из зажиточной крестьянской семьи, даже если она избегает городской одежды или не привыкла к городской одежде и носит все еще традиционную для своего народа одежду, все равно, конечно, будет довольно большое количество разных платьев. Разничная и ритуальная, скажем, свадебная одежда, в которой она только на своей свадьбе и выступала. Ну и будет ее хранить в сундуке, а у вашей дочке пригодится. И рабочая, повседневная одежда, набор разных деталей одежды, разных форм, разных платьев, конечно, будет достаточно большой. И здесь индивидуальное разнообразие, индивидуальный выбор гораздо шире. Так что одежда – это из всех сфер материальной культуры нечто и наиболее разнообразное, и наиболее подверженное изменениям. И наиболее демонстративное – человек носит на себе одежду, это вывеска своего рода, как бы плакат, которым он заявляет, что «я иду в гости, там будут люди, которым мне хотелось бы понравиться, я нарядился, это будет веселое мероприятие элементов, траурных, печальных в моей одежде нет». «Я парень холостой, там, наверное, будут девушки, некоторые из которых мне даже очень нравятся, и я вот одеваюсь так, чтобы я им тоже понравился, и чтобы было заметно, что я не какой-нибудь уже пожилой домохозяин, а я вот такой веселый парень, потенциальный жених. Я оделся, чтобы было мне ловко в этой одежде танцевать и так далее, и так далее». Он заявляет о себе, о своем социальном статусе, о своих намерениях, в том числе о своих намерениях конкретно на сегодня, а также о намерениях, возможно, на всю жизнь своей одеждой. «Можно многое сказать домом, но это не личная заявка, это заявка семьи. Можно многое сказать трапезой». «Люди пришли, и то, что подано на стол, скажет, в какой степени им рады, а может быть, не особенно. Конечно, гостеприимство будет оказано, но не такое явно выраженное. И в наборе блюд, которые поданы на стол, будет отражена ситуация этого случая. Богатству языка, по богатству выражения, конечно, пища сильно уступает одежде. Одежды, можно сказать, практически все. Статус, намерения, отношение к традиции, личный стиль, личные предпочтения, стремление вписаться в ситуацию, ну и многое другое. Поэтому одежда разнообразна, она позволяет всякие вариации. Этому посвящены многочисленные этнографические гроботы. Такова и кавказская одежда. В то же время кавказская традиционная одежда укладывается в определенные, довольно жестко прописанные рамки. Во-первых, мужская одежда более или менее похожа на всем Кавказе. Различия в ней есть, но это разные варианты одного и того же базисного текста. Женская одежда более разнообразна. Она варьирует и ситуационно, она варьирует и от одного народа к другому. Можно назвать какие-то черты, которые характерны для данного народа, даже маленького народа. Например, в Дагестане народы, которые насчитывают 10-15 тысяч человек, а может быть даже меньше, женский костюм у этих народов имеет особенности, благодаря которым, можно сказать, ну это пожилая женщина-рутулка. Только рутульцы носят вот такой головной убор, вот так вот косы прикрывают. А басаранки, вернее, они уже совсем по-другому это делают. Вообще-то говоря, начало описания одежды почти любого народа, во всяком случае, любого народа Евразии, обычно укладывается в одни и те же слова. Эти слова звучат примерно так. «Основу одежды составляет свободная рубаха туникообразного покроя». Это действительно самая распространенная в мире форма одежды. Возникла она из очень простой вещи, которая сейчас малоупотребительна, а так вообще она известна была для индейцев Южной Америки, а так же распространена была у некоторых других народов, сохранявших традиционный образ жизни. Это очень простая вещь, это простыня. Дырка в середине. В дырку просовываешь голову и уже одет. Чаще всего оно прямоугольное, и, значит, спускается спереди, спускается сзади, и, подвязав его какой-то веревкой, получаем простейшую форму одежды. «Если по бокам эта понча, надетая вот так вот на голову, зашьем, то мы получаем тунику, где нету шва на плече, перегиб цельного полотнища, прорез для головы, для шеи, и зашитые боковые швы. Рубахи такого рода носятся практически во всем мире. Они носятся и на Кавказе. Но эти рубахи в большинстве случаев дополняются уже какими-то рукавами, и вот то, как кроется рукав, как рукав пришивается, пришивается ли он в прямую, или здесь еще будет косая вставка, как будет оформлен воротник, потому что обычно все-таки просто дырку не оставляют, а как-то делают прорезь, как-то обшивают, воротник этот как оставляют, могут сделать застежку, могут не делать застежки. Сам крой полотнища, он может быть прямоугольный, а может быть приталенный, то есть полотнище, оно будет перегибом образовывать одежду, плечевого шва, как правило, не будет, если плечевой швов, это уже не туника, это уже другие формы рубахи. Но и туника тоже может иметь не прямые бока, а несколько суженные бока к талии, расходящиеся к низу и так далее, и так далее. Ну, чаще бывает прямокройная. Ну, в общем, уникообразная рубаха это основа одежды, не только кавказских народов, но и многих других. Рубаха в мужском костюме, то это натильная одежда, обладает более-менее по всему Кавказу некоторыми общими чертами. В 20-е и 30-е годы, во всем СССР, я бы сказал, достаточно модной формой одежды была вот так называемая кавказская рубаха. наряду с, просто с гимнастюнкой такого полувоенного образца, очень распространена была у городских жителей и у служащих кавказской рубаха, которая представляла собой, ну, развитие традиционного типа рубахи большинства народов кавказа в мужском костюме. Следующим элементом одежды был так называемый бешмет. Бешмет сшился из более плотной ткани, чем нательная рубаха. Бешмет, в принципе, можно было надеть прямо на тело, но все-таки, как правило, под бешметом была все же рубаха, элемент белья. Бешмет имел стоячий воротничок, довольно много пуговиц или крючков-застежек, на которые он застёкился, приталенный с расходящимися полами. Иногда им и ограничивалась верхняя одежда, но все-таки, когда человек работал в поле, на нем, конечно, мог быть чаще всего только один бешмет, а иногда и он был в одной лишь рубахе. Но когда соблюдалась какая-то формальность в одежде, ну, вот в тех случаях, когда мы, городские мужчины современной европейской цивилизации, считаем нужным надеть пиджак или чертог, эту роль на всём Кавказе выполняла Черкеска. Надо сказать, что Бешмет и Черкеска сложились достаточно поздно. Они сложились в 17-м и даже в 18-м веке. Но и Кавказ, как этнографическая целостная область, тоже сложился в основном в 17-18 веке. До этого всё-таки были большие различия между Северным Кавказом, Степным, Кавказом Высокогорным и Южным Кавказом, плодородными долинами Грузии, Армении, Азербайджана. И единой такой историко-культурно-историко-этнографической области до 17-го, 18-го века Кавказ ещё не представлял или представлял не полностью. Отдельные его части тяготели к различным другим культурным ареалам. В это время его можно назвать для Кавказа поздним средневековьем. На пороге нового времени. В силу разных политических и экономических обстоятельств. Прежде всего, в силу того, что Кавказ стал особенно острым полем соперничества между тремя более или менее равнозначными по уровню своей вооруженности и финансовых возможностей империями между Османской и Турецкой империей, Шахской и Персидской империей и Российской империей. Ещё при Иване Грозном Россия показывала, что какие-то интересы на Кавказе она имеет. Ну, это были, в общем, больше символические интересы. А вот при Петре Первом, когда началась современная Россия, когда Россия действительно стала и по характеру, и по названию империей, обозначились не просто интересы России на Кавказе, но определённые приоритеты этих интересов, которые выразились в Каспийском походе Петра Первого и в последующей политике всех других российских государей. Вплоть до конца XIX века Кавказ был одним из основных направлений интересов России и российской внешней экспансии. И уже это обстоятельство делало Кавказ как поле соперничества и некое единое целостное поле соперничества России с мусульманскими империями Юга превращало Кавказ в определённый исторический, политический, а стало быть и в значительной степени культурный, не конгломерат, а я бы сказал агрегат внутренне связанный между собой. И это отразилось на всех сторонах культуры Кавказа, на определённой гомогенизации его культуры, в том числе и материальной культуры, и прежде всего одежды. И поскольку это было именно время политической активности, время войн, время столкновений, не важно, на чьей стороне, в чьих интересах, защиты собственных интересов или подчинения своих интересов интересам влиятельного и важного союзника, как, например, в Грузии эпоху заключения Георгиевского трактата и до окончательного вхождения Грузии в состав Российской империи. Военное дело, военные занятия мужчины выступали на передний план. Ну, наряду с общими хозяйственными занятиями всё-таки свободный человек осознавал себя воином, по необходимости должен был быть вооружён, его достоинство состояло в его оружии, и он следил за тем, и чтобы это оружие всегда было в порядке, именно Черкесска наилучшим способом подходила для этих целей. При этом характерно было для кавказского мужчины, даже для знатного, что он мог быть с современной точки зрения достаточно оборванным. То есть эта Черкесска, она не блистала вышивкой, такими вот помпончиками, кружевами и так далее. Это была простая одежда, и она могла быть выгоревшей, простреленной, где-то порванной даже. Это было вполне нормально. Так же, как, знаете, ванс-кнефты средневековой Европы, они разрезали свои штаны на ленты, поскольку всё равно в походах эти штаны так или иначе рвались, потом уже искусственно стали и вельможи их разрезать, поскольку это стало, ну как бы, признаком военного человека. Весь стиль одежды кавказского мужчины, который сохранялся, в общем-то, начало 20-го века, был связан с этой военной ситуацией. И если Черкесска на нём могла быть выгоревшей, потрёпанной и даже рваной, то оружие, кинжал, шашка, газыри, патроны или ружейные заряды, пояс, на поясе всякого рода подвески, которые служили для того, чтобы прочистить оружие, привести его в порядок. Все эти металлические в основном вещи были всегда начищены, пистолет, конечно. Всё это было в ножнах, в чехлах, подогнано, пригнано, начищено, натурально. И человек родился не богатством своей одежды, пешмета и черкесски. Это для него было второстепенно. Важно, чтобы была просто удобная одежда, в которой ему удобно было бы сидеть в засаде, удобно было бы вскочить на лошадь, куда-то помчаться. А вот оружие сверкало на нём. Оружие составляло предмет его гордости. Чем более ценное, украшенное чеканкой это было оружие, тем выше была его гордость этим оружием. И главное, оно должно было быть в безупречном порядке. В этом состоял шик и изыск дворянина, князя и вообще свободного человека, человека, выполняющего функции воина на Кавказе. Даже и в Черкесске имелись определённые различия. Во-первых, длина. Чем заднее человек, тем черкесска длиннее. Скажем, в Абхазии, ну, абхазы не были крепостными своих князей и дворян. Или, ну, условно, они были за ними закреплены, но отношения их были равными. Крестьянин мог поссориться с князем, мог поругаться с ним, со своим помещиками, со своим, значит, властелином, господином. Они участвовали в народных сходках более-менее на равных правах. Ну, всё-таки, конечно, у князя и у дворянина были свои привилегии, был свой гонор, и если крестьянин приходил на эту сходку, ну, при газырях, при кинжале, при луке или пистолете и в длинной до пят черкесски, то князь мог сказать, ну-ка, девочка, принеси-ка мне ножницы, подойти к этому крестьянину и ножницами ему обрезать, по-черкесски сказав, мне можно носить до щекоток, а тебе положено чуть ниже колена, а длиннее тебе не положено. Он не оспаривал его право иметь оружие, он не оспаривал его право выступать на народной сходке, но право носить аристократическую черкесскую длинную до пят, ему князь предоставить не мог. Это касалось и материала, это касалось и цвета, большинство черкесок было черные, серые, коричневые, но белые и из красного сукна черкесски, конечно, уже издали видно было, что это человек знатный. Это и сейчас сохранилось. В Ингушетии был выпуск кадетского корпуса, как бы. Я видел фотографии выпускного вечера, когда эти молодые офицеры Ингуши получали дипломы. Они были щекольских, белых, черкесских. Это знак высокого достоинства. Когда хоронились в Ядагом Сахурде, то в гроб его несли несколько грузинских офицеров с погонами, со знаками различия, и они были в красных черкесках. Нормально ни северокавказский офицер, ни грузинский, ни армянский офицер в Черкесске ходить не будет сегодня, но иногда в церемониальных случаях Черкесска может быть элементом военной формы. И тогда она будет, скорее всего, аристократической, не слишком длинной, безусловно, сегодня, но по цвету белой или красной. Тогда как танцевальная Черкесска чаще всего будет черной, хотя может быть и других цветов. Как правило, все-таки они предпочтут более скромные цвета, те, которые носились в повседневной жизни, ну так, примерно еще сто лет тому назад. Конечно, костюм кавказского мужчины включал в себя шарамары, как правило, не сапоги, а более мягкую обувь, причем обувь, которую легко можно было снять, потому что этикет требовал, да и сейчас требует, даже при входе в городскую квартиру, снять обувь, ну, переодеть тапочки, а в старину снять верхнюю обувь и остаться в кожаных чулках или в вязаных чулках, но в вязаных чулках, скажем, с кожаной подошвой, чтобы не протирать шерстяную вязку. И ноговицы. Ноговицы чаще всего сделаны из плотного войлока или из какого-нибудь другого, но тоже достаточно прочного материала, которые защищали бы голени от повреждений, потому что ноги защищали шаровары и ноговицы. Понятно, почему эти ноговицы были необходимы. Если человек пробирался где-то спешившись, в горах масса всевозможных колючих растений, поэтому именно голени надо было защитить. И даже когда человек ехал верхом, опять-таки иногда на Кавказе тропа узкая, идет по скальному карнизу и боком человек задевает какую-то стенку, какой-то обрыв, опять-таки чаще всего он задевает эту голенью просто потому, что посадка на лошади это диктует, ноги расставлены. Что касается верха, то в этом случае чаще всего с поверх черкесской на человека была еще бурка. На всаднике бурка была обязательной принадлежностью воина-всадника, ее можно было откинуть, если жарко, а если непогода, если холодно, ее можно было накинуть, закутаться в нее. И в общем, если непогода заставала в пути на какой-либо стоянке, то на паре палочек каких-то или поставив ружье, сошки, ружья, еще что-то, из бурки можно было сделать маленькое такое убежище, палатку, в которой, ну, не то чтобы лечь, заснуть можно было бы, но как-то спрятаться, не попасть под воздействие ливня, дождя, снега, града и тому подобных вещей, которые угрожали в ненастную погоду путнику. Ну, наряду с вот такой воинской, практичной, черкесской, были и другие формы, щегольские, не приспособленные для боевых действий, более городские или употребляемые дворянами, князьями в своих поместьях, на своих собраниях, в особенности в Грузии. Тогда эта черкеска шилась отрезной, ну, черкеска часто шилась отрезной, то есть иногда мог быть сплошное, сплошное полотнище, но чаще все-таки это в талии нижние полы, это были дополнительно кроились, это видно на образцах кроек. А вот в Грузии дванилин мог носить плессированную черкеску, то есть, значит, гладкий вверх и в мелкую-мелкую пляссировку вот эта нижняя часть черкески. И тогда, прогуливаясь, он мог закинуть так, лихо пол черкески, вот так вот, справа, на левое плечо. Почему именно справа на левое плечо, а не слева на правое? В отличие от нашего мужского костюма, где, в общем, дырочки на левое поле, которые накладываются на правое, а пуговки на правое поле, если наоборот, то это женский запах, Старая воинская одежда, которая возникла при манере вскакивать на лошадь, подымая сразу правую ногу, при левой толчковой ноге взлетать вот так на лошадь, правая нога заносилась, и в этом случае правый запах был более рациональным. И в Черкесске сохранился этот правый запах. Вообще, Черкеска почти не запахивается. Чаще всего она даже не на пуговице, а такие скобочки и крючочки. Несколько вот, значит, этих таких крючочков здесь, и она перепоясывается узким поясом. Так достаточно открыто здесь. Вырез остается достаточно большой. Но все равно, а Черкеска и до сих пор, если можно в ней выявить какой-то запах, можно, пусть это будет один или два сантиметра, но он справа на него. Он, так сказать, условно говоря, женский. Поэтому, естественно, что при такой щегольской манере закидывания длинной, повыплессированной черкесски на плечо, она закидывалась справа на левое плечо. И вот так складочками расходилась. Вообще, такой декоративный шик мужского костюма на Кавказе проявлялся в традиционных формах одежды, в разных видах, в том числе и в ситуациях, где, казалось бы, шик-то особенный и неуместен. Довольно широко были воспространены, скажем, фальшивые рукава. Рукава черкесок функциональны. Они гораздо длиннее, чем рука. И нормально они носятся поворотом. Так что, в общем, рукав руку прикрывает. Но тут еще завернута вот здесь вот на локте довольно большая длина рукава. В танцах иногда, ну, в частности, в осетинских танцах, их распускают, и танцоры танцуют так, что с их кисти крылообразно эти рукава свисают. Практическое значение было в варежек, перчаток не было, а ночи в зимнее время могут быть очень холодными, поэтому закутать руки, чтобы они не замерзали, не коченели, и в то же время закутать их так, чтобы быстро вынуть руку из этого рукава, схватить пистолет и тут же нажать на спусковой крючок. Для этого именно вот такие рукава черкесской были достаточно удобны. Они не мешали боевым действиям с одной стороны, а с другой стороны их можно было спустить и закутать, и предохранить руки от холода. В Западной Европе тоже можно в Средневековье найти такие формы одежды. В эпоху существования Монгольской империи и Золотой Орды много степных элементов одежды и украшений проникает на Запад и много западных влияний проникает на Восток. И это касается в частности и Кавказа. Именно в это время здесь активны на Черноморском побережье, на побережье Азовского моря активны венецианские и, главным образом, генуэзские торговые колонии, которые, в общем, были продолжением генуэзской республики. Они были довольно крупные, в них имелось многочисленное население, в них имелись свои войска, которые их защищали. Управители этих колоний могли вступать в союзы с местными государями. Ну, например, в битве на поле к Куликовым в числе вспомогательных войск Мамая, помимо его основной конницы, был, действовал полк генуэзской пехоты. Когда я в Венеции пошел в исторический музей, мне стало ясно, какое огромное влияние оказало через Турцию и через Кавказ, через черноморские города, фактории, иранская культура, в том числе иранская военная культура, иранская придворная культура на Западную Европу в эту эпоху Средневековья. И какое огромное обратное влияние, конечно, прежде всего, на аристократическое. Это была придворная мода. Конечно, европейские крестьянки одевались иначе, но их костюм в генуэзские колонии не попадал. А вот костюм знатной дамы, да, был представлен в генуэзских факториях, и копировался местными знатными дамами. Так что женское платье на Кавказе, оно тоже в общем более или менее для большей части Кавказа, во всяком случае, для карачаевок, черкешенок, кабардинок, осетинок, даже ингушек и чеченок, это женское платье, несет на себе весьма ощутимое влияние средневековой западноевропейской моды. С одной стороны, оно похоже на черкесскую по основному принципу. Женщина, конечно, носит ту самую туникообразную рубаху, тунику, о которой я говорил в самом начале. Эта рубаха полотняная, как правило, она шьется из какой-то дешевой ткани, потому что ее не видно. Это нижнее белье. Но ее видно через расходящуюся юбку, потому что юбка расходится от пояса точно так же, как и черкеска. Полы не соединены, она не сплошная. И вот эта часть рубахи, то есть ниже пояса, часто шьется из более дорогой и яркой ткани. То есть вся рубаха может быть белая, полотняная, а вот эта часть, скажем, красная и желтая, только эта часть, потому что только она видна. Грудь закрывается. Ну, грудь часто закрывается жилетом или жакетом, который выполняет те же функции, что бешмет в мужском костюме. Но еще чаще этот жакет имитируется. То есть делается только нагрудник. Который крепится на плечах или на поясе. И когда платье надевается, застегивается на крючки, скрепляется декоративным поясом. Женский пояс часто бывает такой с массивными пляшками, наборными пляхами, какими-то украшениями. Иногда довольно тяжелый вес металла идет вот на все эти кованые, чеканные украшения, которые женщины на поясе. Из-под платья виден только нагрудник, который создает впечатление, что под платьем надето что-то типа бешмета, типа жакета какого-то. И этот нагрудник богато украшается вышивкой всякими там серебряными, золотыми колечками, трубочками, пуговками и тому подобными вещами. То есть это очень декоративная часть костюма. Что касается платья, то оно кроется достаточно просто. Так же просто, как черкеска. Редко бывает плессированный низ. Как правило, все-таки это гладкие полы. А максимум шика в рукавах. Рукава могут быть развязные. Развязные. И это мы видим сколько угодно и на западноевропейских картинах той поры. И это мы видим в музеях, в музейных экспозициях и в Италии, и во Франции, и на Кавказе, на Северном Кавказе, и в Грузии. Рукава могут быть разрезные. И вот на пуговке вот несколько, в нескольких местах скреплены. А ну и еще манжета так отпадает красиво. Так что виден рукав рубахи, специально сделан разрез рукава, который смыкается только в нескольких местах. Или рукав может быть сплошной, но кисти рук прикрыты большими лопастями. Вот узкий рукав, а здесь он расширяется и большая овальная лопасть прикрывает кисти рук. И когда женщина танцует, то если у мужчины свисают вот с рук длинные рукава черкесски, то у женщины от манжетов рукавов платья свисают эти богато расшитые, украшенные всяким золотым шитьем, всякими вышивками и аппликациями лопасти, которые придают ей вот такой танцевальный, грационный силуэт. Вот разные вариации такого костюма женского, они характерны для Кавказа. В Дагестане все это существенно по-другому. Дагестанские женские платья, они очень разнообразны у разных народностей Дагестана. Ислам, там, где его нормы тщательно соблюдались, адыгское общество, черкесское, кабардинское, карачаевское, абхазское общество, они только очень поверхностно приняли ислам. И все эти нормы, которые мешают жизни женщины в исламе, которые ограничивают свободу женщины в исламе, они там не привелись. Северокавказская женщина, адыгская женщина, карачаевская женщина, абхазская женщина, это была свободная женщина. Крестьянка, она была свободная, в той же мере, в какой муж ее был свободен, и не свободная, в той же мере, в какой ее муж был не свободен. Но она не была свободна, конечно, от работы. Она работала с утра до ночи по дому, по хозяйству, в огороде, в поле, где угодно. И, соответственно, одежда ее была, она могла иметь какое-то выходное платье, но, как правило, все-таки одежда ее была рабочей. Одежда, приспособленная к этой постоянной работе, постоянному труду, в котором все время неотрывно была занята крестьянская женщина. А что касается дворянок или женщин и девушек из княжеских семей, которые не только никакой работой не занимались, но они и воспитанием детей не занимались, потому что, как только рожался младенец, его немедленно передавали кормилицы, а когда он чуть-чуть хоть начинал топать, его передавали оталыку. Это был какой-то мелкий дворянин или зажиточный крестьянин, и ему давали княжеского отпуска на воспитание. И этот парнишка с девочками был немножко по-другому, не так универсальное было обычное оталычество. Но мальчик, он не видел своих родных родителей, но до возраста лет 15 он рос только в семье своего приемного отца, своего оталыка. А это была семья или богатого крестьянина, или мелкого дворянина, где были заняты трудом. То есть землю пахать его не учили. Но сдирать ржавчину с железа его учили, драить всякие железки его учили. Он учился обращению с оружием с малых лет и обращению со скотом. Потому что кроме князя, дворяне, рыцари, воины должны были уметь обращаться со скотом. Потому что основные цели их походов, основные цели их грабительских набегов были в захвате скота. Угнать коней, угнать коров-быков, гнать их приходилось несколько дней, может быть, и неделю, и больше. И чтобы этот скот не подох в процессе угона, люди, которые их угнали, должны были уметь этот скот пасти и за этим скотом ухаживать. Поэтому дворянские дети, дворяне, воины, умели обращаться не только со своими вошадьми, но и с коровами и овцами, поскольку угон этих коров и овец был их, пожалуй, основным производственным занятием. Так что княгини и княжны были свободны дальше от ухода за детьми. И княгиня могла иметь любовников достаточно открыто. И это как при европейских дворах для знатных дам было даже, ну, определенным шиком, определенной нормой поведения. Тем более, что не так уж часто она видела своего мужа. Этот муж постоянно находился где-нибудь в походе. Вот в этой среде, конечно, расцветала модность шикарных платьев, фантастических покроев, украшений, обуви, в которой почти что невозможно было ходить, потому что она была в виде скамеечек на высоченных каблуках. Княгиня должна была выделяться своим ростом, своей статностью. Если ей этой статности не досталось при рождении, она компенсировала ее огромной высотой своих туфель, из-за которых под платьем, доходящим до пола, видно не было, хотя туфли тоже очень красиво украшались, инкрустацией, там, всяким первомудрым, разными прочими вставками. И вот она, выходя к гостям, ну, еле-еле передвигалась. Ее служанки даже поддерживали часто под руки, чтобы она не брякнулась с этих туфлей. Зато она смотрелась крайне величественно. Так что здесь, невзирая на формальное принятие ислама, женское кокетство, женское модничание, стремление следить за модой, женское стремление как-то выделиться богатством, простой и оригинальностью своего костюма, получало широкие просторы для своей реализации. Так как следующие социальные свои всегда имитируют высшие, то это как-то вошло и в традиционный кавказский женский костюм. Говоря об одежде, нельзя обойти внимание два компонента, занимающие в костюмном комплексе особое место. это обувь и головные уборы. Что касается кавказской обуви, то она более или менее однородна. Главным образом это поршни. Что такое поршни? Это кусок кожи, который оборачивается вокруг ступни и связывается ремешками. Называют еще иногда чуваками, есть разные слова, в каждом кавказском языке есть свои обозначения для этого вида обуви. Но более-менее они однообразны на всем Кавказе. Есть, конечно, и сапоги, разные сапоги, характерные для знати. Мужские сапоги, но на достаточно высоком каблуке, из хорошей кожи, из софьяна. Старинный элемент одежды, он довольно рано вышел из употребления. И, конечно, он также был характерен для парадного костюма князей и богатых дворян, как и эти туфли-скамеечки, скажем, для княгинь и богатых дворянок. Черкешинок, Адыгеев, Кабарде и в других местах. Идеал красоты женской у разных народов разный. В юго-восточном Кавказе с мусульманскими традициями гаремной жизни ценились достаточно полные женщины. это можно видеть, ну, хотя бы на портретах, картинах персидской школы, где женщины, жены, наложницы знатных персов изображены в легком костюме, не скрывающем их форм, в котором они, конечно, на улице не появлялись, но перед своим мужем или перед своим властелином и повелителем они, выполняя его оживание, одевали вот такие соблазнительные легкие одежды, которые позволяют видеть, что женщина с полными формами ценилась. С другой стороны, на северо-западном Кавказе идеалом была женщина высокая и плоская. Так что девочкам из знатных семей, конечно, все это не касалось крестьянок, тем более не касалось крепостных рабы, но девочкам из знатных семей с детства бинтовали грудь, чтобы грудь не росла, а потом надевали корсет с деревянными прослойками. Так что задерживался рост в груди и практически не было бюста. Жених в первую брачную ночь должен был развязать корсет своей новой жене и нарочно ее подружки делали там сложные узлы, чтобы ему подольше пришлось помучаться и повозиться, раздевая свою молодую жену. Что касается обуви, то помимо таких обычных поршней кожаных и различных типов сапогов были еще специальные плетеные кожаные лапти, то есть верх-то у них был цельный, из цельного куска кожи, а подошва была сплетена из крепких толстых ремешков. Это делалось для того, чтобы нога имела больше сцепления с грунтом. А часто это могли быть скользкие отполированные природой скалы, чтобы нога не скользила, не оступилась, чтобы в них можно было надежно, устойчиво ходить по крутым горным склонам. головные уборы были разнообразные. Разные группы грузин различались по своим головным уборам. Более того, есть характерная грузинская поговорка, соответствующая в чужой монастырь со своим усталом не скользит. Так эта грузинская поговорка гласит «Куда пойдешь, тамошнюю шапку и надень». Маленькие, вроде тюбетейки, войлочные, черные шапки, характерные для картолинцев и кахетинцев, более мощные, серые, как правило, полукруговые шапки, характерные для сланов и других горских групп, войлочные шляпы с полями для абхазов и осетин. Западно-грузинские дворяне носили папанаки, совершенно нелепую шапочку, плоскую такую, фигурно вырезанную, которую можно было надевать только на пышную курчавую шевелюру и надо было на ней какими-то булавками, шпильками закреплять, иначе она моментально слетела бы. Что характерно, все эти войлочные шапки это подшлемники и подмищурники. Что такое шлем, это понятно. Мещурка это железное блюдечко, с которого спадает кольчужная сетка, защищающая шею, щеки, голову от ударов. То есть это такой миниатюрный шлем, где основная защитная часть падает на ролью кольчужного покрытия, а сплошной металлический только вот такой кружочек наверху. Вот эти войлочные исланские шапки это по происхождению своему подшлемники, а кахетинские небольшие тюбетейко-подобные тоже войлочные шапочки значительно меньшего размера это подмищурники, потому что на них опиралась только мячурка плоская как блюдечко, а тут уже спадала кольчуга, под которую можно было, чтобы она не натирала щеки, можно было как-то пододеть платок. Так что воинское дело отразилось не только в черкесской, отразилось во многих других деталях костюма. Что касается женских головных уборов, они опять-таки разнообразные. Старинный головной убор армянки это было довольно сложное сооружение, некий такой каркас, картонный каркас или что-нибудь такое основание, на которое натягивалась ткань, наматывалась ткань и часть этой ткани прикрывала вот так наискось лицо и рот. Ну, у мусульман, скажем, в Азербайджане могла встречаться чадра, но чадра или пранжа закрытие лица для Кавказа, даже для мусульманского Кавказа не характерно. Все-таки в большинстве своем женщины ходили на Кавказе с открытым лицом, но обязательно с закрытыми волосами. Слово, обозначающее закрытие для волос, общее практически для всех кавказских языков, это чухта. Ну, оно произносится как чихта, чутху, чухку, чутху, разные варианты есть этого слова, но в общем это покрытие для головы и, как правило, накосники, то есть какой-то мешок, какой-то футляр, куда женщина могла убрать косы. И вот такие накосники они спускались, ну, в зависимости от того, какие у нее длинные были косы, спускались довольно низко у нее на спину. Для грузинок, для армянок, в особенности армянок тифлисских, восточно-грузинских, был вариант такого головного убора чихтокопий. Ну, основной частью его было лечаки, это кружевная белая накидка, поверх которой могла накидываться более темная другая накидка. Еще моя бабушка в 60-м году ходила только вот в таком грузинского типа старинном платье и обязательно вот это самое чихтокопий с лечаки, то есть картонный обруч, на голове с накладными локонами, бриллиантовая или какая-то драгоценная булавочка на лбу, кружевная накидка, спускающаяся на плечи и не полностью закрывающая эту кружевную накидку, более темная накидка, так что кружева выходили из-под этой темной накидки. Это то, что касается головных уборов женщин. Кроме фетровых, шоконных, разного рода шапочек, для кавказских мужчин характерна была папаха. Она была разных форм. Папаха делалась и из каракулива смушка на какой-то основе, тогда часто папаха имеет, ну и это и сейчас можно у чеченцев видеть, у многих других, немножко расширяющаяся кверху контур, вот так вот, ну и верх покрытый какой-то тканью, тогда как края смушковые. Более распространены были мохнатые папахи, конической формы или полукруглой формы, делавшейся из овчинной шкуры с длинной шерстью. По этой шерсти стекала вода, так же, как она стекала по ворсу бурки и даже в сильный ливень такая папаха, как и хорошо сваленная бурка не промокала насквозь. Тифлистские горожане носили папаху конической формы, смушковую, высокую, а наверху выделялась красная верхняя часть папахи, из красного шелка, заостренная такая. Она называлась цитак, что означает перец, красный перец. вот это навершие мужской городской папахи, обязательно делалась красным и вот так вот обозначалась. Действительно, она напоминает по форме стручок красного перца. Хаджи, то есть люди, совершившие хадж в Мекку, имели право повязывать на свою папаху, так, немножко выше оба вот так кругом зеленую ленту. И сейчас в Чечне, в Дагестане можно встретить людей среднего и пожилого возраста, совершивших хадж, у которых вот эта зеленая лента почетная закреплена на папахе. Резюмируя, можно сказать, что Кавказ представляет собою и в области духовной, и в области материальной культуры определенное единство, определенную целостность, но эта целостность складывается из большого многообразия частностей. То есть есть какие-то этические нормы, этикетные, поведенческие нормы, есть какие-то ценности, какие-то референтные веки, которые более или менее характерны для всех кавказцев, одни для кавказских мужчин, другие для кавказских женщин. Прежде всего, их нужно определить как охрана своего достоинства, охрана своей независимости, охрана своего права на индивидуальное поведение, которое сочетается в то же время с достаточно большим коллективизмом и с представлением не только о личной, но и о групповой ответственности, о групповых нормах, каких-то общих нормах приличия, порядочности, честности поведения, этики, эстетики, которые необходимо соблюдать, нарушения которых встречает, если не всегда абсолютно жесткие санкции, то, во всяком случае, общественные осуждения. И общественные осуждения это главный сдерживающий фактор, который вводит в определенные рамки достаточно горячий, сангменический и даже холерический кавказский темперамент. Ну, и с другой стороны, многообразие это настолько велико, оно позволяет большие индивидуальные вариации, позволяет большие локальные вариации и делает общий облик жизни на Кавказе живописным, интересным для постороннего наблюдателя и содержательным и позволяющим наполнить индивидуальную жизнь достаточно глубоким смыслом для самих носителей этой культуры, для самих жителей Кавказа. Кавказа.